Всем привет! Вы на канале DEVICE и сегодня я расскажу о мощной игровой конфигурации на базе разгоняемого восьмиядерного процессора Intel Core i7-11700K или его версии безинтегрированного графического ядра Core i7-11700KF. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропускать уведомления о новых материалах. Ссылки на все разобранное железо вы сможете найти в описании. Поехали! Восьмиядерные процессоры Rocket Lake S отличаются весьма высоким уровнем энергопотребления и тепловыделения, поэтому устанавливать их стоит в материнские платы с качественной элементной базой, мощной подсистемой питания и продуманной системой пассивного охлаждения. MSI MPG Z590 Gaming Plus полностью удовлетворяет всем этим требованиям. Помимо этого можно выделить продвинутую звуковую карту Realtek ALC 4080, 2,5 гигабитный сетевой контроллер и шикарный набор разъемов. 6 SATA, 3 M.2 для высокоскоростных SSD и множество USB различных типов и версий. Хватает и 4 пин-гнезд для подключения корпусных вентиляторов. Этим модель MSI выгодно отличается от многих конкурентов, ведь использовать разветвители или подключать вертушки к блоку питания не всегда удобно. В общем модель хороша по всем параметрам и единственный ее минус, как у многих продуктов такого класса, довольно высокая цена. Но она все-таки не заоблачная, как у некоторых материнок для оверклокеров и энтузиастов. Кстати, у меня есть телеграм-канал и там вы можете найти самые интересные обзоры, сравнения, топы, рейтинги и подборки, а также эксклюзивный контент только для подписчиков. Ссылка будет в описании, переходите и подписывайтесь. Intel Core i7-11700K и Core i7-11700KF производительные разгоняемые 16-поточные восьмиядерники последнего поколения. Довольно горячие, но превосходно показывающие себя в играх. По сравнению с Comet Lake S у них заметно выросло число исполняемых за такт инструкций. Также были проведены дополнительные микроархитектурные оптимизации, и если в многопоточных рабочих приложениях преимущество по-прежнему на стороне AMD, то в гейминге Intel вернула себе лидерство. Конечно, чтобы использовать возможности рассматриваемых восьмиядерников максимально эффективно, вам понадобится суперкулер или система жидкостного охлаждения. Но для игровой конфигурации высокого уровня это не проблема, как и общая организация воздушных потоков внутри системного блока. Теперь кратко об отличиях двух процессоров. Оно по сути только одно, у модели с литерой KF нет встроенной графики. Но поскольку в вашей сборке будет использоваться дискретная видеокарта, она не очень-то и нужна. Если же вы хотите взять сначала все комплектующие, кроме графического ускорителя, а его докупить потом, то берите версию с интегрированным видеоядром Core i7-11700K. Многие геймеры не хотят без необходимости связываться с системами жидкостного охлаждения, обходясь по возможности воздушными кулерами. И такую точку зрения можно понять. И поэтому в случае с 11700 я предложу использовать Noctua NH-D15. Думаю, к эффективности этой модели претензий ни у кого возникнуть не должно. Она уже на протяжении многих лет является эталоном для воздушных кулеров, с которым сравнивают большинство новых систем охлаждения. Благодаря массивному двухсекционному радиатору с шестью тепловыми трубками и продуманной конструкции, а также двумя производительным вентилятором, Noctua NH-D15 способен справиться даже со столь горячими процессорами, как восьмиядерники Core i7 Rocket Lake S. Хотя вот для Core i9 я уже точно посоветовал бы смотреть в сторону топовых необслуживаемых или даже кастомных SGO. На этот раз предлагаю установить не 16, а 32 гигабайта оперативной памяти. Конфигурация у нас игровая, причем высокого класса, а запас карман не тянет. Тем более, по прогнозам аналитиков, оперативка из-за нехватки чипов и других микроэлектронных компонентов продолжит дорожать. Одним из оптимальных вариантов будут модули Crucial Ballistics. Можно взять как две планки по 16 гигабайт, так и четыре по восемь. А главный мой совет, берите именно Ballistics или другие модули, в которых гарантированно будут стоять чипы Micron и Dai, а не корейский рандом. Тогда есть хорошие шансы получить память, которая заработает на частоте 3600 МГц и даже больше с таймингами 16, 18, 18 или чуть более высокими. Скоростные возможности твердотельного накопителя Western Digital Black SN850 в настоящий момент несколько избыточны. Если вы хотите сэкономить, то можете взять, например, проверенный Samsung 970 EVO+. Но в качестве основного варианта под систему, программное обеспечение и наиболее требовательные игры я все же предложу именно SN850. В настоящий момент один из лучших, а возможно и лучший твердотельный накопитель с поддержкой четвертой версии интерфейса PCI-Express. Используемый в нем контроллер WD Black G2 специально оптимизирован под десктопные нагрузки. Память же используется 96, а не 128-слойная, но все равно обладающая впечатляющими характеристиками. Модель демонстрирует отличные результаты при любых нагрузках и в любых сценариях использования. Обходя как Samsung 980 Pro, так и PCI-Express 4.0 SSD на базе контроллеров Faison. Единственный ее недостаток – это довольно высокая цена. Помимо твердотельного накопителя пригодится и жесткий диск. Во-первых, на нем можно держать старые игры, не требующие особо быстрого доступа. Во-вторых, если место на SSD начинает заканчиваться, а деньги на второй тратить не хочется, на HDD можно перемещать пройденные проекты, а потом при необходимости возвращать их обратно. Ну и наконец, в-третьих, емкий жесткий диск хорошо подходит для создания личной медиаколлекции. Фильмы, сериалы, музыка, фото, документы. Для всего этого скоростей магнитного накопителя вполне достаточно. Брать желательно не любой HDD, а рассчитанный на круглосуточную работу, например, Western Digital Purple. Пусть такие диски и позиционируются как предназначенные для систем видеонаблюдения. Они хорошо подходят и для почти никогда не выключающихся игровых ПК. Подойдут и Seagate, Iron Wolf или Skyhawk. А вот Western Digital Red покупать не советую. Некоторые из винчестеров этой линейки используют черепичный тип записи, при котором дорожки частично перекрываются друг другом. В результате скорость перезаписи старых данных новыми может быть во много раз ниже, чем у дисков с традиционным типом записи. Графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080 по-прежнему предлагается по завышенным в 2-3 раза, а то и больше, чем в 3 раза ценам. Но его хотя бы стало возможно приобрести в магазинах, а не только у перекупщиков. Многие производители также уже представили 3080-е со встроенным ограничителем майнинга. Такие видеокарты маркируются как LHR. Преимущество RTX 3080 по сравнению с RTX 2080 Super в разрешении 4К в разных играх и при разных настройках составляет от 40 до 80 плюс процентов. Результат более чем впечатляющий. В более легких режимах отставание улучшенной 2080-ой не столь огромно, но все равно достаточно велико. Модель настолько хороша, что тянет на максималках в 4К любые игры, со исключением наиболее требовательных. Да и в условном Cyberpunk 2077 для комфортной игры с 60 плюс FPS достаточно будет включить технологию масштабирования DLSS или снизить настройки до средне-высоких. Блок питания, как обычно, будет с запасом. Например, Big White Stray Power на 850 Вт. Данный БП обладает золотым сертификатом 80+, подтверждающим высокий КБД, богатым набором разъемов и полным спектром необходимых защит. Также можно отметить почти бесшумную работу при всех уровнях нагрузки, кроме около максимального и максимального. Продукция Big White, как всегда, оправдывает название своего бренда. Дополнительное удобство в процесс сборки системного блока вносит и возможность отстегнуть все ненужные кабели. Конструкция у модели полностью модульная. По качеству элементной базы, компоновки, сборки и охлаждения также никаких претензий. Решение подойдет даже для экстремальных конфигураций. Noctua NH-D15 довольно высокий кулер, и он влезет далеко не в каждый корпус типа размера MIDI Tower. К тому же в нашей сборке используется производительное и горячее железо, поэтому кейс требуется просторный и продуваемый. Например, Deepcool Mitrex 70ADD RGB 3F. Благодаря инженерно продуманной конструкции и четырем предустановленным 120-мм вентилятором, шасси обеспечивает эффективный отвод тепла от установленного железа и при правильной сборке ПК гарантирует быстрый выдув наружу отработанного горячего воздуха. Добавлю также, что выглядит корпус просто шикарно, во многом благодаря прозрачным панелям и настраиваемой подсветке вертушек. Если же последнее вам надоест, вы сможете ее отключить. Итак, с выбором комплектующих мы определились. Теперь посмотрим, на что способна наша конфигурация в играх. Разрешение Full HD и даже Quad HD отбросим, как слишком легкие для RTX 3080. И сразу проверим возможности ПК в режиме 4К. На максимальных настройках, но без трассировки лучей и, соответственно, без DLSS. В низкой и средней требовательности играх 3080 выдает частоту кадров гораздо выше 60. В наиболее ресурсоемких же тайтлах 45-60 в зависимости от конкретной игры. Получить целевой показатель FPS можно путем снижения разрешения, либо настроек графики, ну или включив технологию масштабирования DLSS. Альтернативный вариант взять не RTX 3080, а RTX 3080 Ti. Но почти везде первую партию раскупили прямо на старте продаж. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и кликните по подписке и колокольчику. Этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Ссылки на все разобранное железо вы сможете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!